Одной из основных особенностей рыбы каплелот, псычролу тесь марчидус, является отсутствие плавательного пузыря, так как на больших глубинах, где давление в десятки раз больше, чем у поверхности, плавательный пузырь не работает. Так, на глубине 800 метров давление в 80 раз превышает давление на уровне моря. Рыбы капли предположительно обитают на глубинах 600-200 метров у побережья Австралии и Тасмании, где ее в последнее время все чаще начали доставать на поверхность рыбаки. На данный момент существует угроза исчезновения для этого вида. Из-за своего необычного, унылого внешнего вида рыба капля стала популярным мемом и шуткой, а также источником для многих пародий. Кроме того, она встречается в некоторых официальных художественных произведениях. Так, в фильме «Люди в черном 3» в ресторане среди других внеземных рыб явно внеземного происхождения. При этом повар врет, что все рыбы, которым он кормит здесь землян, тоже земные. Впрочем, когда рыбу в драке случайно задевает, она, в русском переводе, человеческим голосом грустно произносит «ай». Рыба капля очень странное существо, по внешним признакам не относится к классу рыб. Это объясняется тем, что в глубоководных водах, как говорилось выше, сильное давление, и для того, чтобы выжить в такой среде рыба капля эволюционировала. Врагов у рыбы нет, единственная для нее угроза исходит от человека. Самой большой загадкой остается история ее появления. На свете существует много загадочного и неопознанного, и причина появления рыбы капли не единственная загадка. Длина туловища составляет до 70 сантиметров, на нем нет чешуи и плавников. В общем, тело рыбы капли походит на студенистую массу, вес которой может составлять до 10 килограммов. Грустное выражение лица вполне объяснимо, ведь у нее межорбитальное пространство шире диаметра глаза. По той же причине у рыбы не имеется мускулатуры, она просто плывет по течению, широко раскрыв пасть в ожидании попадающей в нее еды. Рыба капля также может поджидать жертв, неподвижно вися в воде. Кстати, основным источником питания для нее служат мелкие беспозвоночные и планктон. Хотя, эта рыба может захватить практически все, что пригодно для пищи и само попадает к ней в рот. Рыба капля была открыта, то есть впервые описана и квалифицирована, в 1926 году, когда австралийские рыбаки предоставили выловленный экземпляр зоологам. Рыбу посчитали несъедобной, занесли в зоологические анналы и оставили в покое. К тому же сама рыба капля не сильно горела желанием попадаться на глаза людям. Рыба капля, очень хорошая мама и о своих детишках заботятся не хуже, чем наседка о цыплятах. Отметав икру она высиживает ее, точно так же, как квачка яйца, а когда из икринок вылупляются маленькие капельки, заботятся о них, отыскивая для их обитания тихие места, детские сады, по терминологии зоологов. Смотрят, чтобы они росли в покое и безопасности. Понравилась статья? Ставь лайк и подписывайся на канал. Оставляйте ваши комментарии, обсуждайте статью, а так же делитесь в социальных сетях.